Я о своем выступительном слове уже говорил, я сам представляю Забайкальский край, и эта тема для нас тоже является достаточно актуальной. Буквально в прошлом году были тоже такие же аналогичные дни Забайкальского края, и наш комитет тоже рассматривал вопрос о передаче земель, которые принадлежат Министерству обороны, собственно, Забайкальского края. Там тоже шел вопрос о трех участках, которые, по мнению территории, не в полном объеме или вообще не используются дни НУС Министерства обороны Российской Федерации. В связи с этим был принят проект закона, который мы вносили, о том, чтобы этот вопрос решать в более ускоренном темпе через то соглашение, которое можно заключить между органами государственного субъекта Российской Федерации и между Министерством обороны. Без этой долгой процедуры передача его из одной собственности в другую, более ускоренный метод. Ну и сегодня мы, например, в Ульяновской области слышим о том, что эта тема тоже актуальна и для вашей области. Вот три земельных участка, которые предложила Ульяновская область передать собственность муниципалитета города Ульяновска, собственность области. Я думаю о том, что эта тема, мы ее, так сказать, сегодня рассмотрели, приобретаем предложение, и с учетом того обсуждения, мы сделаем официальный запрос сейчас Министерства обороны Российской Федерации о перспективах использования дальнейшем этой земли для нужд Министерства обороны Российской Федерации. На основании полученного ответа, я думаю, что мы можем, так сказать, найти вариант для того, чтобы помочь Ульяновской области вот с этими землями, для того, чтобы они в полном мире использовали бы для нужд населения, людей, когда на этих землях можно строить квартиры, вернее, дома, дошкольные образовательные учреждения, школьные образовательные учреждения. Ну, я должен сказать о том, что эта тема, еще раз повторюсь, существует, но для каждого региона она имеет определенную специфику. Поэтому делаем, делая этот запрос, мы получаем конкретный ответ конкретно по Ульяновску области. И я, как понимаю, о том, что практически по каждым субъектам Российской Федерации есть своя специфика. Вот, допустим, ту же Ульяновскую область нельзя сравниться с Забайкальским краем, где огромные территории, малонаселенные, как обычно, войсковые части стояли где-то там в степи, сейчас они ушли, там легче передать эту землю, а иногда она и не востребована. А если говорить городу Ульяновск, то, конечно, там земля уже на, будем говорить, ценой золото, да, там эта тема стоит более актуальной, поэтому здесь она требует более конкретной проработки, но в любом случае комитет настроен помочь Ульяновску области в решении этой темы.